всем привет с вами анимагейм и сегодня я вам расскажу биографию хатунамику она такая более обширная более такая необычная так что я вам на нее могу скинуть ссылку и так я начинаю итак биография имя хатунамику пол женский возраст 16 лет ориентация натуралка но иногда позволяет себе тимити не ориентацию если если алкоголь в голову дарит 1 полуторка человек плюс демон характер мику как и родная личность она бывает абсолютно разные заимствимости от ситуации в целом это веселая и открытая девушка иногда правда бывает застенчивый ну и конечно не обходится без подстранчиков с ее стороны достающихся тем кто обещает не обижает мику нередко она предпочитает просто огрызнуться и сделать вид что забыла про ссору с офигительно веселым лицом идти дальше несмотря на достаточно хорошее воспитание выпив пару бокалов алкоголя она тут же становится редкостной дурой и в эти моменты она делает и говорит все то что ни за что бы не позволило бы себе в трезвом состоянии кстати она довольно часто бывает не трезвом состоянии хотя лишнего ой простите сейчас она себе особо не позволяет когда трезвая но немного наглости в ней все таки присутствует кстати мику очень влюбчивая это в целом целом но целом если не углубляться в подробности девушка довольно милая но экстремальных ситуациях мне просыпается бешеная паранормальная сила и она крутит всех и все и всех собственно говоря успокоить ее может только удовлетворение жажды мести и и и и и хотя бы частичное удовлетворение внешность было бы там у меня соседи будут читать сейчас сейчас подождите теперь биография родилась в очень обеспеченной семье была единственным ребенком папа имел свою фирму какую я интересовался нику кстати тоже мать ее было дизайнером квартир и хоть она могла не работать тупо просиживать на кожаном диване работу она бросать не стала 16 лет нас лет назад рождение мильку стала без вики хацаны настоящим подарком судьбы так как ее мать проходила мучительное лечение и родить в общем то не могла но им повезло поэтому ребенка какой никакой но получился в общем 13 подряд все было окей девочка хорошо училась знала четыре языка игра на трех инструментах тянулась прекрасному после того после чего хацаны пришлось переехать так как глава семейства загулял о чем узнала мать мику в общем последовал развод девочка имущество и и вот тогда мику с матерью ехали в другой город денег все равно не все равно было больше чем достаточно хороший адвокат сделать все дела и мику продолжала быть обеспеченным ребенком еще два года научилась малоизвестной школе малоизвестной мать хотела чтобы ее дочь почувствовала себе себя наравне с остальными примерно 15 лет у мику начали проявляться паранормальные способности школе девочку не любили под что возможности и денег у нее было больше чем у других да и круг общения у нее был совсем другой в общем она классики решили наказать мику а то что она этих отличается в этой школе огне ожидали девочку когда уже девушку во дворе школы ну или в девушку во дворе школы когда она вышла из двери на улицу друзья мику в кавычках подошли к ней и начали морально издеваться она мику молча шла вперед не поддавалась провокациям но ее одноклассники решили не останавливаться и все дружно начали ее пинать с разбитым носом и коленями мику пыталась встать и убежать но ей не давали такого шанса подростки просто сошли с ума мику долго лежала на земле но тут не все закипело она жутко сбесилась и нашла себе силы встать ее глаза были жутко злыми она смотрела во всех сподлобья но одноклассники только смеялись нику немного поднялась над землей и глаза загорелись красным светом она опрокинула голову назад а волосы и развивались на ветру изо рта и медленно пошел черный дым все были в шоке и начинали с какими раздвигаться но не тут то было и мику вернула голову исходное состояние положение точнее и посмотрела в сторону зачем щека все эти фигни она быстро начала к нему приближаться иголки и губ приподнялись и на ее лице появилась ехидная ухмылка ну что поиграем спросила мику она схватила парня за шею и сильно сжала руку впиваясь в него ногтями на улице на лице парня был страх и ужас мику резко еще сильнее сжала руку послушался хруст и голова упала на землю это было отвратительное зрелище всех остальных жила та же участь после мику опустилась на землю и не устояв на ногах упала она была без сознания 10 минут пока когда полиция разбиралась в этом деле никто не заподобил мику так что найти убийцу не вышло по сей день никто не смог этого сделать мику все очень чирели якобы бедная девочка пережила такое стресс и потеряла друзей сама мику соображала что делала и понимала каждое свое убийство затем так как все думали что девочка абсолютно не причем и больше не сможет учиться в этой школе из-за того рокового дня то ее перевели в другую школу костолею теперь мику старается контролировать себя но вы это не всегда получается да если убийцу не смогли найти тогда короче честно приведу пример она же дужил у парня у него на ногти пивали его шею а там должно остаться что под ногтями кровь а чё полицейские что-ли под ногтями мику кровь что-ли не увидели это вообще полный для меня трэш для вас как ну короче я вам ссылку оставлю так что вы можете писать в комментариях как вам это предыстория конечно она такая затем с изюминкой даже это не понимаю зачем мику такая злая это никакого не это из-за этого то что и надея издевались ну и в принципе все правильно но я бы так не стала повышаться себя одноклассниками ну если бы они меня пинали тогда тогда да я бы их тоже пнула хотя одноклассников-то ведь больше они бы меня все равно и фигачили бы силы ведь не равны вот поэтому мику взяла парня за шею билосин сами ногтями в шею потом башка этого парня рухнула на землю это вообще реально трэш так что кому понравилась эта история пишите мне с вами была аня магия если есть вопросы пишите их в комментариях подписываемся ставим лайки ну и всем бай бай гайсы или или или